Князья Воротынские Князья Воротынские Князья Воротынские Таким образом, предки князей Воротынских уже в XIII веке оказались связаны с Северной Белозерской землей. Княжеский род Воротынских пошел от потомков третьего сына Михаила Черниговского, Симеона, правнук которого князь Федор Львович в XV веке получил в удел город Воротынск, расположенный в 15 километрах от Калуги, и впервые стал именоваться князем Воротынским. Эти верхнеукские земли, с середины XIII века являвшиеся наследственным владением потомков Михаила Всеволодовича, располагались на окраинах русского государства и были предметом территориальных споров между Русью и Литвой. В конце XIV-XV века они принадлежали Литве, а после стояния на реке Угре в 1480 году князья Воротынские вышли из состава Великого княжества Литовского и перешли в Московское подданство. В честь этих исторических событий на Угре, близ местов падения этой реки Ваку, одним из сыновей Федора Львовича Дмитрием Воротынским был основан Спасо-Преображенский монастырь. В этот период земли Воротынского княжества были разделены между тремя сыновьями князя Федора – Михаилом, Дмитрием и Семеном. Но к 1499 году земли вновь объединились, поскольку остался лишь один наследник рода – сын Михаила Федоровича Ивана. До смерти своих дядьев и объединения земель княжества известен также как князь Перемышльский. На службе в Московском государстве Иван Михайлович зарекомендовал себя как победоносный воевода. Он побывал во многих военных походах, активно участвовал в обороне южных и юго-западных границ Московского княжества, в походах на Крымских Татар и Литву. При Василии III он занимал высокое положение слуги, что позволяло Воротынскому княжеству сохранять остатки былой независимости. Воротынское княжество одно из последних потеряло самостоятельность, благодаря чему и впоследствии князья Воротынские состояли в числе самых знатных и практически всегда выигрывали местнические споры. Тем не менее, Иван Михайлович не раз попадал в опалу и дважды со своей семьей был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. Во время второй ссылки в 1535 году он скончался, захоронен в Троице-Сергиевой лавре. Иван Михайлович имел трех сыновей – Владимира, Михаила и Александра, впоследствии показавших себя доблестными и верными защитниками Московского государства. Именно над могилой одного из них, Владимира Ивановича, была и возведена церковь равноапостольного князя Владимира в Кирилло-Белозерском монастыре, после строительства которой Кириллова обитель стала не только местом захоронения восьми представителей этого рода, но и местом особого почитания. В XVI-XVII веках князья Воротынские делали вклады в обитель, среди которых крупные денежные суммы, драгоценная утварь, книги, священнические облачения. К сожалению, лишь немногие из этих даров дошли до наших дней. Среди них серебряная кружка и блюда, которые представлены в экспозиции «История Кирилла-Белозерского монастыря» окрестных и приписных обителей в трапезной палате. Блюдо было пожертвовано в 1642 году княгиней Марфы Ивановны и князем Иваном Алексеевичем Воротынским на помин души умершего в том же году мужа и отца Алексея Ивановича Воротынского. Кружка также стала вкладом Ивана Алексеевича, но уже на помин души своего сына Михаила Ивановича, который также захоронен в Кирилло-Белозерском монастыре в родовой усыпальнице. Субтитры создавал DimaTorzok